Новый закон, новые проблемы. С 1 апреля вступил в силу приказ Минтранса России, согласно которому все перевозчики, будь то грузовые или пассажирские, обязаны оборудовать свои транспортные средства системой контроля за состоянием водителя, тахографом. Сегодня представители предприятий, которые касаются нововведения, собрали производители приборов. Благое, на первый взгляд, дело вызывает массу вопросов и возмущений. Юлиана Третьяк узнала, во сколько обойдется безопасное удовольствие под названием тахограф. Вот это тахограф. На Привоказальной площади вот уже несколько дней непривычная нервная обстановка. Водители на повышенных тонах, приправляя все нецензурной лексикой, обсуждают новый закон. С 1 апреля всех перевозчиков обязали установить тахографы. На иномарках они уже есть, но российские чиновники требуют отечественные устройства. Зачем на одном маршруте они нужны? График соблюдается, скоростной режим превышать дороги все равно не позволяет. Радио-обдираловки, лишние траты денег. У нас автобусы ходят в Бузулу-Коренбург регулярно, у нас перевозка пассажиров по реестру, у нас документы с министерства. Отклонение от маршрута у нас недопустимо. И у нас, если тахограф определяет режим работы водителя, у нас режим работы один. Мы ездим по одному и тому же маршруту, то есть 4 часа в пути, 2 часа водитель отдыхает и опять 4 часа обратно. Все, у нас один рейс в день. А вот этот чудо-аппарат, который спасет российские дороги от аварии. Он фиксирует маршрут, скорость и главное время работы водителя. 4,5 часа в пути и 45 минут отдыха. Проверить исполнение трудового режима и правил дорожного движения сможет каждый сотрудник госавтоинспекции, просто взяв устройство распечатку, похожую на чек. Использование данных приборов в других странах показывает, что аварийность по причине утомляемости водителя снижается порядка 30%. То есть это действительно нужно, это необходимо. Настало время ввести эти нормы в нашей стране. Вот только тахограф и прибор не дешевый. Одно устройство стоит порядка 50 тысяч рублей. Частники говорят, такие деньги тяжело найти. Против устройств выступили даже крупные компании, такие как Водоканал, Оренбург Энерго и Газпром. Несколько лет назад их точно также обязали установить систему ГЛОНАСС на весь автопарк. Для контроля этого достаточно. Подлежат оснащению тахографами те транспортные средства, которые осуществляют коммерческие перевозки грузов и пассажиров. Наше предприятие не осуществляет коммерческие перевозки грузов и пассажиров. С этой точки зрения мы считаем, что нам тахографы не нужны. Однако у представителей органов власти несколько иное мнение. На новый закон жалуются и дальнобойщики. На многие российские грузовики установить тахограф нет технической возможности. Штрафы, говорят, не дадут выжить. Водителю от тысячи до трех, а хозяину машины от пяти до десяти тысяч. Это нереально. Расценки для грузоперевозок очень низкие, неоправданные. А что делать там? Закрываться и все, ничего. А как, а жить не что? Зарабатывать же надо? Ну а так невозможно прожить. Так, вообще оплата грузоперевозки низкая, еще раз повторяюсь. Юлия Натрезяк, Петр Рукин, Ориен ТВ.